Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, как пристать верить староологам и гадалкам, если мне нагадали, очень плохой прогноз. Я верю в него, так как уже обращалась к гадалке и совпало всё, как избавиться от этой дурной привычки гадалка. Смотрите, здесь ситуация вообще не обназначена. Дело в том, что существуют люди, и существует очень серьёзный, большой пласт людей, которые придают вес гадалкам. Вот. Ну, это что-то вроде, ближайший аналог, да, это религия. То есть, для людей, которые верят во что-то, это существует, это, как бы, вполне реально, вполне обоснованно, и, в общем-то, определяет, является определяющим. Вот. Может быть, не полностью определяющим, но определяющим. И человек, который, скажем так, в это верят, на мой взгляд, он подчиняется определённым законам. Вот. Ну, просто вот, определённые законы, определённым законам следует такой человек. Вот. Почему? Спросите вы. Потому что, если мы во что-то верим, то мы подчиняемся законам того, во что мы верим. На мой взгляд, всё логично. А вы же, вы же, демонстрируете что? Вы демонстрируете то, что вы говорите. Я верю, значит, ну, в гадание, говорите вы. Вот. Но. Как бы я в них фигурил. Вроде, вроде как. Но. Верить не хочу. То есть, получается, что... Вы не верите. Вот. То есть, как-то вот, то, что происходит с вами, и то, как вы интерпретируете вот эту, скажем так, реальность, вот, вас не устраивает. Понимаете? Какая штука. А предполагается, вероятно, что вам хотелось бы как-то по-другому это видеть, как-то по-другому это воспринимать. Вот. А может быть... Может быть... Может быть... Вы и в целом реальность воспринимаете не так, как... Ну вот... Как привыкли, например. Такое же быть. Тоже может быть. Поэтому... В первую очередь, здесь очень важно определиться. Так что же для вас что? Вот. Ну, буквально, что для вас что? Что для вас... Что для вас... Мир Габан, если угодно. Вот. Что для вас в мире, где нет Габан... То есть, где этого... Как будто бы, вот... Не существует. Вот. Что вам ближе. И так далее. Второй момент. Вот. А... Гадания нужны, когда человек хочет... Ну, как-то... Как-то... Предвидеть. Вот. Человек хочет как-то предвидеть то, что с ним... Так или иначе происходит. Или произойдёт. Вот. 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 Возникает вопрос. А... Почему? Человек хочет... Что-то предвидит. Откуда появляется вот это... Это желание... Это желание. Чтобы я знал... Или знала... Что со мной... Произойдёт. Интересно. Правда? Почему... Почему человеку... Это нужно? Ведь не всем же нужно. Правильно? Кому-то нужно. Кому-то нет. Вот вам нужно. Например. И вот хочется спросить... У вас. Как... Вы... К этому приходите? Вот. На мой взгляд... По моему мнению... Вы стопоритесь... Где-то. То есть вы стопоритесь... Зажимаете... Где-то... Свои реа... Ну... Свои реакции... Ответные. На мир. Вот. И... Перебрасываете... Таким образом... Ответственность... Ну... Собственные габаны. Вот. Повторюсь... Это справедливо... Только в том случае... Если вы на самом деле сомневаетесь в том, что габания это... Ну... Что-то действительно вот... Такое... Настоящее... Потому что... Если вы верите... В то, что это есть... Вам будет, ну... Наверное... Сло... Вам будет, наверное, сложно радовать. Прям вот... Взять, да... И... Как-то отказаться... Опять... Ну... Потому что... Ну... Вы же в это верите, да? Вы же... Вот... Вы же как-то... Ну... Считаете... Что... Это существует... Вот. Если вы... Считаете, что это существует... От этого просто так отказаться нельзя. Да и... Не нужно, наверное. Вот. Это, ну... Какое-то предательство всегда получается. Ну... Вот... В таком случае... Поэтому, конечно... Вам нужно вот с этими двумя... На эти две, точнее... В... Вещи... На эти два момента... Обратить свое внимание. Которое я... Описал. Которое я назвал. Потому что это является... Системно образующей историей. Здесь. И... Когда вы это сделаете, когда вы... С этим... Поработаете. Вот. Вы сможете для себя решить, как вам действовать дальше. Вот. Сейчас... Понятное дело, что сейчас... Прямо... Прямо вот сейчас. Вам... Вам тяжело. Дальше. А... Готовое. Вам... Вам для чего-то нужно. Не просто так. Вы это делаете. Совсем не просто так. Не просто так. Поэтому, необходимо понять, какую проблему... Свою... Вы... Вы решаете. Вот. А... Ну... Вот. Таким... Таким образом. И... Соответственно, увидеть, что это за проблема для начала. Вот. А что она из себя, эта проблема, представляет? И... И... Дальше уже... Просто... Может... Может быть... Решать эту проблему... По-другому. Просто попробовать. Вас никто не заставляет. Вас никто не заставляет. Решать проблему иначе, но... Вы можете попробовать. Вы можете просто взять и... Попробовать. И... Кто знает... Может быть... У вас получится. А... Если не получится... Ну... Увы... В любом... Случае... Как мне... Кажется... Ничего не теряете. Абсолютно. Вот. Э... Поэтому... Избавляться... Как... Как я думаю... Как я... Как я думаю... Именно вот... Избавляться... Ничего не нужен. А... Смотреть для чего... Эм... Как бы... Какую... Функцию... Роль... Играет... Для вас... То, что... Вы... Делаете... Вот... Это... Очень и очень... Важно. Вот. Понимаете? Сейчас вы противоречите сами себе. Сейчас вы... Как бы... Ну... Пережимаете по сути сами себя. Вот. То есть... Говорите одно... Но... Сами же... Фактически... С этим не соглашаетесь. Вот. То есть... Говорите... Я верю в гадание. Не хочу... Не хочу там заниматься. И так далее. Вот. Я думаю, что в основе лежит некая такая... Эм... Базовая ваша... Привожность. Вот. Может быть страх неопределенности какой-то присутствует. Может быть... Эм... Эм... Негативный опыт... Эм... Эм... Ну... Какой-то чего-то. Эм... Вот. Негативный опыт у вас... Эм... Эм... Вероятно имеется. И... Вы пытаетесь защититься. И... Я бы не сказал... Что это прямо... Плохая история. Что если вы пытаетесь от чего-то защититься. Вопрос только в том, от чего. Это... Первое. От чего вы пытаетесь защититься. И второе. А... Можно ли... От этого защититься... Ну... Что называется... Полностью. Да? Вот. То есть... Эм... Можно ли это сделать? Я полагаю, что... Как-то вот... В... В... Какой-то... В... В каком-то... Сухом остатке. Я полагаю, что в сухом остатке. Эм... Вы... Не доверяете себе. Я думаю, что... Проблема заключается... В этом. И... Научиться доверять себе. То есть, принимать во внимание ваши реакции, принимать во внимание то, что вам важно, дорого и ценно, является ну, вот, собственно, решением проблем, вот, но есть еще один момент, который заключается в том, что это же и ответственность, то есть вы доверяете себе, вы самостоятельно принимаете решение и вы точно так же допускаете, что можете ошибиться, что вы можете быть неправы, что ваши выводы могут быть ошибочны и так далее, вот, представьте себе, представьте себе, вы можете ошибиться, представьте себе, вы можете поступить неправильно, представьте себе, вы можете внезапно что-то потерять, вы можете чего-то решится, вот как вы, когда мы об этом говорим, когда я, точнее, сейчас об этом говорю, как вы на это реагируете? Реагируете ли вы на это спокойно или реагируете вы на это негативно? Попробуйте заметить, это очень важно. Проблематика личной ответственности за принятые решения, так сказать, беспокоит и волнует многих людей, многих. Потому что не все люди оказываются наученными, как бы сталкиваются ответственность. Люди хотят принимать решения, но не хотят нести, отвечать за последствия, не принимают последствия, последствия. Вот. И людей пугают, вот буквально пугают последствия. А, конечно же, конечно же, ничего необычного в этом нет. Но наша задача заключается в том, чтобы помочь вам под это адаптироваться. В большинстве случаев люди боятся ответственности, потому что не знают, куда девать свои чувства, связанные с какими бы то ни было жизненными ситуациями и обстоятельствами. в большинстве случаев. Например, я как-то поступил, да, то есть, ну, я как-то решил, я принял какое-то решение, вот, и ошибся. Как я себя чувствую? Ну, не очень. Как я себя чувствую? Плохо. Я плохо себя чувствую? Мне больно, я разочарован, мне тяжело, мне обидно. Вопрос. Куда мне девать эти чувства? Ну, буквально, вот, вот буквально, куда мне эти чувства девать? И правда заключается в том, что люди не знают. Люди не знают, куда им девать эти чувства. Просто. И отсюда возникают ваши переживания. На мой взгляд, из-за того, что вы хотите сохранить лицо, вы боитесь, что его не сохраните? Опять же, вас можно понять. Вот. Правда. Можно понять. И поэтому задача психолога заключается в том, чтобы вы научились, но другими способами сохранять лицо. в том, что сейчас вы делаете это очень и очень энергозаправно. Для себя. Вот. Как-то так. Я постарался в своем ответе соблюсти, значит, некую такую последовательность. Пеписов, которые, на мой взгляд, показались мне важными. Достаточно. Чтобы вам было от всего обталкиваться и чтобы вы могли к чему-то прийти. Чтобы это не было, чтобы это не было так, что вот просто с места карьер, с места в карьер взяли и вас бросили куда-то. Вот. Надеюсь, у меня это получилось. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Продолжение следует...